Сейчас я сказала правильный первый путь, как мы получаем кислород. Мы его вдохнули. Вот это первый этап, как мы его вдохнули. Вдохнули мы вдохнули. Представим себе, что эта ситуация с поступлением кислорода через лёгкие решена. То есть всё нормально, всё хорошо, всё замечательно. Кислород из лёгких поступает в кровь. А дальше кровь – это универсальное транспортное средство, которое доставляет кислород к клеткам. Самым важным, самым главным транспортным средством в крови являются эритроциты. 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 В них находится гемоглобин. Гемоглобин – это белок, который транспортирует кислород к клеткам крови. И когда я смотрю капельку крови, я часто вижу. Вот эритроциты, вот такие вот, хорошие, ровные мембраны и однородные окраски. Однородно насыщенные окраски, то есть всё замечательно. То есть можно сказать, что в этих эритроцитах 100% содержание гемоглобина. Но очень часто я встречаю, когда вот так вот внутри эритроцита белое кольцо и только вот здесь окраска. То есть можно сказать, что в этом эритроците гемоглобина процентов может быть 60, может быть 50. Уже меньше. Представьте себе, вот эритроцит, который полностью гемоглобин, этот. Если таких будет эритроцитов более 30%, то начинает снижаться общий гемоглобин. И говорят нам, у вас анемия. Анемия, потому что мало гемоглобина в крови, а естественно, эта кровь уже хуже транспортирует кислород. Это признак, опять же, того, что транспорт кислорода клеткам нарушен. С лёгкими всё нормально, но если это проблема, то да. Почему не хватает гемоглобина? Гемоглобин, ещё раз говорю, белок. Значит, в рационе этого человека мало качественного белка. А если мало качественного белка, не из чего образовываться гемоглобин. Другая причина, почему не хватает гемоглобина. Очень часто на, мы видим вот здесь, на мембране эритроцита, вот такие вот зубчики и всё прочее. Это причина того, что этот эритроцит повреждён. Повреждён разными факторами. Я сейчас не буду на них останавливаться. И очень часто мы видим к эритроциту вот такие вот образования, подвижные такие. Они прикрепляются к эритроциту и используют эритроцит как сырьевую базу. Они едят этот гемоглобин. Потребляют. Это могут быть грибки, это могут быть вирусы, это могут быть паразиты. Они любят этот гемоглобин. Для них он нужен, важный. Ещё одна причина, почему гемоглобина не хватает. Дальше. Качество крови зависит от количества содержания в крови эритроцита. И, конечно, от того, что в жидкой части крови преобладает. Так вот, если в норме считается, что 85% крови должна быть жидкая часть. И только 15% форменной элементы. 85% жидкая часть. Если человек не понимает этого, либо просто не употребляет эту физиологическую норму жидкости, то у него получается, что в крови не 85% жидкой части, а меньше. То есть кровь становится густой. И если густая кровь, скажите, густая кровь хуже будет транспортировать? Хуже. Просто для справки. Вот диаметр эритроцита 5 микрон. Ну, в среднем. Минимальный. Минимальный диаметр сосуда самого тонкого сосуда. 3 микрона. 3 микрона. И вот этот эритроцит, чтобы в этот сосуд проникнуть, он так вот складывается вдвое, проникает туда. Проник, отдал кислород и ушел. А если эритроциты не один, а вот куча. Вот такие вот они склеенные. То есть это получается не 5 микрон, а все 15 микрон. Они в такой сосуд попадут? Нет. Не попадут. А такие сосуды находятся у нас в сердце, в мозгах, в печени, в легких, ну, в органах. А если туда это не поступает, клетка не получает кислород. Клетка говорит, все. А для клетки кислород – это жизнь. Нет кислорода – нет жизни. Когда я вижу вот такую густую картину крови, я говорю, у вас высоченный риск, вернее, не риск, у вас все признаки хронического кислородного голодания. Именно кислородания клетки. Как она проявляется? Всякие разные признаки. Мы сейчас на этом не будем останавливаться. А почему эритроциты начинают склеиваться? Здесь несколько причин. Одна причина – недостаток воды и кровь густая, и они все склеены. Это одна причина. Другая причина – когда на эритроцитах, эритроциты содержат еще и определенное количество минералов. Минералы калия и натрия, для того, чтобы был определенный заряд. И когда недостаток этих минералов, то получается, что один эритроцит заряжен снаружи плюс, а другой минус. И по законам физики плюс-минус, они между собой склеиваются, притягиваются к другу. И вот образуется целый конгломерат этих эритроцитов. Причина – дефицит микроэлементов. Дефицит микроэлементов. Кроме воды, дефицит микроэлементов. Следующий момент. Я уже говорил, что есть жидкая часть крови. И в жидкой части крови кровь – универсальное транспортное средство. И в жидкой части крови транспортируются не только эритроциты, белки, питательные вещества, но и транспортируется очень много ненужных веществ, шлаков. И эти шлаки создают дополнительные условия для сгущения крови, а это препятствия для транспорта того же кислорода к тканям. Вот почему так важно проводить регулярную очистку нашего организма от шлаков. Потому что эти шлаки создают трудности для транспорта кислорода к клеткам. Итак, у нас получилось сколько? Обезвозование, дефицит микроэлементов, дефицит ферментов. Почему дефицит ферментов? Потому как недостаточно перевариваться питательные вещества, и непереваренные остатки – это своего рода шлаки. Дефицит белка, ну и агрессия вирусами, грибами, бактериями и прочими простейшими. То есть вот эти пять факторов, которые влияют на качество крови. Скажите, вот для всего этого надо проводить какие-то дополнительные исследования, выявлять все это? Это у нас у каждого в процессе жизни происходит. Поэтому вопрос, пить или не пить, он уже не стоит? Однозначно да. Если вы хотите, чтобы был бы хороший транспорт. Чтобы был нормальный, хороший эритроцит, должен быть хороший белок. Поэтому пища должна быть хорошим, качественным белком. Никакими суррогатами. У нас, если говорить, белки – это уникальные аминокислоты. Это предшественники белков, это кирпичики белков, это строительный материал белков. И, конечно, микроэлементы. Ну и, конечно, борьба с этими вирусами, бактериями простейшими. То есть с этими агрессорами. Поэтому, когда мы все это делаем, мы и улучшаем и качество крови, и мы косвенно устраняем гипоксию. То есть кислородное голодание. И следующий момент. Представим себе, что все-таки эритроциты расклеены, все нормально. И они, вот такие все расклеенные, дошли до клетки. Вот она и ее величество клетка. Значит, гемоглобин должен проникнуть сюда. Он проникает только через мембрану. Значит, должна быть качественная мембрана клетки. Вы уже много раз слышали всякие школы. Эта мембрана состоит из фосфолипидов. Жирная оболочка. Фосфолипиды. Опять мы возвращаемся к жирам. Фосфолипиды. И если эта оболочка хорошая, качественная, то гемоглобин сюда проходит. А если клетка зашлакованная, загрязнена, и все ее отверстия закрыты, подошел кислород, а внутрь не прошел. За счет того, что клетка зашлакована. Следующий момент. То есть нам нужно заботиться о том, чтобы мембрана клетки была всегда в хорошем состоянии. Чтобы кислород беспрепятственно проникал внутрь. Следующий момент. Кислород, представим себе, прошел внутрь. Но для того, чтобы он здесь усвоился, здесь должны быть соответствующие структуры клетки, которые могли бы усвоить этот кислород. Это аденозин-3-фосфорная кислота. АТФ. Я сейчас не буду говорить о всех механизмах сложных. Просто вот для того, чтобы она здесь необходима. Для того, чтобы усвоить кислород. Клетка может усвоить, потому что это энергия. Это тоже энергия. Если этого не будет, ну кислород пришел, а что толку с ним делать? А аденозин-3-фосфорная кислота наших продуктов, какой продукт? Лицитин. Лицитин. Это фосфолипиды. И, конечно, коэнзин-К10. Это предшественник для образования АТФ. Коэнзин-К10. Поэтому коэнзин-К10 – это хлеб для наших клеток. Хлеб для наших клеток. И вы видите, насколько здесь много всего для того, чтобы устранить гипоксию. Но они все практически повторяются. Что для того, чтобы хорошо всасывался кислород в легких, жиры нужны? Нужны. Фосфолипиды нужны? Нужны. То есть те же жиры. Чтобы транспорт был хороший, вода нужна? Нужна. Ферменты нужны? Нужны. Белки нужны? Нужны. Видите как? Все складывается достаточно красиво и качественно.